Привет, пацаны и девочки! С вами Тага, и вы на канале Школы Про Стерео. У нас очередной выпуск про устройства, которые так или иначе помогают вам в вашей диджейской практике. Особенно тебе, кто любит смотреть, комментить, какие-то каверзные вопросы задавать. А что вышло в этой прошивке? А что вот тут проводок такой странный? И недавно я даже наткнулся на комментарии, где человек спрашивает, А вот у меня Mac, и там USB-C, а вот вы говорите USB, а вот USB к USB-C не подходит, как быть? Что же делать? Неужели просто переходник? Да! Ну, просто Google или Яндекс помогают решать такие вопросы быстро. Ну, или такие, как наши выпуски на YouTube. Поэтому наши кураторы без проблем ответили ему на этот вопрос, и человек остался счастливый. А этот выпуск вас осчастливит тем, что вы давно просили про Denon Prime 4 и всю эту линейку, задавая вопросы, почему же, Паша, ты перестал обозревать эти устройства? Ведь первые три года меня так и троллили, что я там продался, что канал у нас весь проплачен, что вот ты играешь только на Denon, типа, офигеть, почему не на Pioneer? Да потому что, блин, хочу, потому что нравится, потому что качественно. И я про это уже устал говорить, если честно, даже неинтересно. Но вы спрашиваете в других вещах, так как пользователей Denon за последние 4 года стало очень много, и устройство, обозреваемое в этом выпуске, на рынке уже закрепилось как лучшее среди систем стендалон. Это абсолютная честная правда, потому что мы берем соотношение качества звука, функционала, возможностей, качества сборки и, естественно, стоимости, за которую мы приобретаем девайс. И вот Denon Prime 4 так сложилось, что вот он может просто тупо больше, за меньше денег, чем его самые крутые конкуренты. В конкурентах у него, конечно же, самый флагманский контроллер от Pioneer XDJ-XZ, который почему-то, имея 4 канала с флешки, умеет играть только в 2, весит гораздо тяжелее, что делает его не таким удобным для переноски, и, в принципе, ну, как бы люди мучаются, тяжеловатая штуковина-то, в отличие от Prime 4. Ну и, конечно, у Prime 4 есть свои минусы, поэтому не покупайте Prime 4, пока не посмотрите этот выпуск. Ну а если вы не подписаны на этот канал, сделайте это прямо сейчас. Прожмите лайк, поставьте колокольчик, чтобы новые серии приходили к вам вовремя. В любом случае, для вас этот выпуск будет интересный, потому как он закрывает вопросы о прошивках. Настолько часто Denon их выпускает, что вот каждые 3-4 месяца снимать новый обзор на то, что типа там что-то поменялось, не имеет смысла. В конце этого видео я подведу итог, что в итоге мы получаем за те деньги, которые за него платим. Поэтому смотрите до конца, здесь будет масса интересного. Ну что, давайте для начала включим и в ходе этого обзора разберемся, чем же Denon DJ Prime 4 отличается от того, который мы видели 3,5 года назад. Поехали. Для начала включим. Некоторые из вас пишут в комментариях о том, что типа устройство стендалон долго загружается. Ну, чем сложнее устройство, чем больше внутри компьютер, тем, конечно же, оно дольше загружается. Это логично, так как все процессы происходят внутри. И пока он грузится, и вы видите вот этот таймер, давайте расскажу, в чем отличие, в принципе, системы стендалон от любого другого контроллера. Эта штука может работать без компьютера. То есть, анализ треков, все процессы, эффекты, вся запись, микса может происходить здесь, а также подготовка плейлистов. Что и делает конкретно Prime 4 уникальным устройством. И оно появилось на рынке в 2018 году. Это 4 года назад. За это время так никому и не удалось создать нечто большее за те деньги, что вы платите, покупая данный аппарат. Давайте посмотрим, из чего он состоит. И сначала изучим меню, так как, наверное, вы покупаете его за функционал. И это для вас самое главное. Поехали. Когда у нас зажигается экран, мы видим, что это похоже на iPad. Ну, по крайней мере, там, первый, второй, ну, где-то тех эпох. Однако, это лучший экран из DJ-оборудования, который в данный момент у нас присутствует на рынке. Пока никто не сделал нечто более совершенное. Хотя, если честно, то даже сюда могли поставить что-то и получше. Ведь технологии-то до места не стоят, они идут вперед. Но это все демагогия. Давайте пройдемся по тому, что мы тут видим. Первое — это источник. Мы можем выбрать жесткий диск, который стоит внутри. Здесь вкручивается компьютерный диск формата SATA. И вы можете вставить до 1 терабайта. Правда, некоторые ставят до 2, но замечают некую тормознутость. Поэтому 1 терабайта будет более чем за глаза. Также вы должны помнить, что все жесткие диски работают хорошо, если вы их загружаете не более чем на 60-65%. И надо оставлять немного пустого места, чтобы, наверное, он дышал. Ну, или какие-то там процессы происходили. Кстати, те из вас, кто понимают, зачем это надо, напишите об этом в комментариях. Всем будет интересно. Мы можем выбрать любой носитель. В данном случае мы выберем Samsung T5, который подкручен сюда. Это 500-гигабайтный жесткий диск. В данный момент вставлен специальный разъем, который предусмотрен именно для больших жестких дисков. А все верхние — для классических обычных флешек и SD-карты. Но об этом позже. Ну и давайте ради интереса выберем внутренний жесткий диск, чтобы посмотреть, как это работает. Принимаем правила. Пишут, что Eternal. Смотрите, плейлисты листаются очень просто. И здесь у нас вообще вся библиотека, какая у нас есть. Нам доступна предпрослушка. Но она заработает, если вы выберете, на какой канал вы захотите ее слушать. В данный момент я выбрал канал номер 4, на который будет работать предпрослушка. И обратите внимание, очень интересный фокус. Мы сейчас, ну, как бы слышим. На самом деле все это в наушниках. Если мы подключим сюда наушники, то все там будет. А если я подниму фейдер, предпрослушка прекращает свою работу. Таким образом она не дает зафейлить вам ваш сет. Допустим, вы предпрослушиваете следующий трек, ищите, который будет играть после того, который играет сейчас. И хотите это делать прямо на ходу. И устройство не даст вам сделать что-то не так. То есть, когда работает предпрослушка, она может работать только в опущенном фейдере. Вы можете выбрать предпрослушку на любой канал. Какой вам удобно, какой вы в данный момент не используете. Это, кстати, очень круто. Ну и давайте двигаться дальше. Когда вы переходите в плейлист, здесь у вас ваш стандартный плейлист. Вы можете его редактировать. Например, вы хотите, чтобы 76-й трек встал на место 74-го. Нажимаете карандашик и просто перетаскиваете его вот сюда. И потом карандашик опять отжимаете. Также можно увеличивать плейлист, если вы вдруг видите не очень, или хотите просто покрупнее, потому что так воспринимаете. Это очень удобно. Плейлист работает классно, и у него отличная система поиска. Вы можете выбрать по титулу, по артисту, по рейтингу, по году издания релиза, по жанру, по моменту, когда вы этот релиз сюда загрузили, по BPM, по тональности, по длине трека, по дате добавления в ваш плейлист трека, и по комменту, потому что вы можете писать комменты. Комменты и прочее пишутся в программе Engine, то есть уже на компьютере. И это тоже очень удобно. На самом деле, я так играю последние три года, и меня это более чем устраивает. Дальше вы можете ваши плейлисты соединять друг с другом, создавать папки. Для этого вы должны просто нажать карандашик, нажать плейлист, набрать, например, плейлист про стерео, и нажать Create. Теперь у нас появился новый плейлист, теперь мы можем выбрать несколько треков и просто перетащить их в этот плейлист. После этого эти треки здесь оказались, и этот плейлист у нас доступен для игры. Кроме того, есть у плейлиста еще две фичи. Во-первых, мы можем запускать плейлист как через браузер, то есть через колесико привычное, также крутим, нажали, выбрали канал, на который загрузить трек, трек загрузился. Или мы можем загрузить его слайдом вправо. Также выбрали канал, на который трек хотим загрузить, он загрузился. И мы еще можем трек загрузить в некий Prepare. И таким образом этот трек отправился в режим подготовки. То есть, когда мы, прослушивая много материала, хотим выделить для себя какие-то треки, или, например, мы играем в клубе, видим, что этот трек классно заходит, а до этого мы его не знали, мы просто берем и пересылаем его туда. Мы можем сделать так с несколькими треками, сколько хотим, так и будет. После чего мы можем идти в следующую папку Prepare. Вот она. Все, что мы туда добавили, отразилось здесь. И когда мы приходим в клуб, мы полностью готовы к тому, чтобы играть, потому что прямо отсюда мы можем загружать эти треки в деки. Следующий момент, который нас интересует, это History. History — это классическая история, когда вы отыграли какой-то сет, и этот сет запомнился устройством, порядок треков, как вы его играли, и все это вы потом можете записать дома, если забыли нажать запись. Такое бывает. Следующая — это папка Folder. Что такое Folder? Здесь у вас, если мы, например, перейдем сейчас в другой диск, допустим, отправляемся в Folder, здесь все, что есть на вашем диске. То есть здесь могут быть mp3, mp4 файлы, аифы, флаки, вавы, файлы, которые не прошли через Engine, и вы можете их загрузить прямо отсюда. То есть, например, здесь есть, допустим, плейлист, который я играл когда-то, и он не анализирован. Я нажимаю его на четвертый канал, сейчас мы видим, что трек начинает анализироваться. Он прогрузится, программа его просканирует, определит тональность, расставит сетку, и трек будет готов к тому, чтобы его играть. Все, он готов. Буквально несколько секунд. Теперь этот трек может спокойно быть использован вами в вашем сете. Наш компьютер немножечко подумает, мы выберем источники, ну и давайте выберем SD-карту, и вот у нас плейлист. И вот теперь мы заходим в Search, и, например, нам нужен трек Duna. Вот он его нашел. Все моментально, загружаем его на первый трек, и поехали. Причем загрузил он его с точки, которую я наметил еще на Denon SC6000 Prime, то есть на другом устройстве. Вся линейка друг друга дополняет, экраны абсолютно одинаковые, то есть вы не ищете, где петли запускаются, где какие-то функции, такие как BitJump, потому что они все в одинаковых местах. Это очень важно. Ну и, соответственно, мы загрузив трек, допустим, захотели найти еще один, давайте попробуем найти трек Pixel. Сразу находится, загружаем его во вторую деку, и теперь у нас второй трек тоже загружен. Здесь я сделаю небольшое отступление. Чем хороша эта линейка? Тем, что на протяжении нескольких лет мы, имея одно устройство, постоянно получаем новый функционал. Например, раньше мы не могли видеть четыре волноформы здесь на одном экране. Мы видели четыре окошка, где есть маленькие волноформы. Конечно, это все очень удобно. Мы можем путешествовать в любой часть трека, какая бы нам она не понравилась. Мы можем изменять тональности у треков, то есть это тоже все удобно. Но мы не видели раньше вот так, как сейчас. А играя в 3-4 канала, это очень важно, потому что вы видите все четыре дорожки, когда вы сочетаете какие-то петли, ультрамелкие или большие, то вы понимаете, где вам надо какую петлю отпустить, или наоборот ее сократить или увеличить. Здесь все очень просто. Также через старую систему, Shift и View, мы меняем режимы. Например, вот такой режим, когда мы видим плейлист, то есть мы сюда можем загружать треки. Дальше мы можем увидеть еще один вид. Это классический, то, как было раньше. Мы можем видеть здесь дальше режим 4 вертикальный. Причем тональности здесь будут отображаться вертикально, в каждой своей колонке. И это очень удобно. То есть вы можете менять тональности, как вы хотите. Здесь это очень удобно. Плюс-минус 12 полутонов. Вы тут видите BPM, видите, сколько времени осталось до конца, сколько играет трек. Простым нажатием на время вы меняете этот показатель. Тут у вас бежит название. И теперь мы перейдем к еще одному режиму, тот, с которого мы начинали. И вот здесь то самое обновление, которое посетило с нас прошивкой 2.3.0. Это возможность раздельно регулировать биджамп и петли. Если мы раньше играли на Denon, и у нас одно значение меняло как показатель петли, так и биджампа, то есть мы ставим, например, петлю на малый квадрат на 16 ударов ритма, то и биджамп будет прыгать на 16 ударов ритма. Сейчас Denon услышал мольбы пользователей и сделал так, что теперь мы можем отдельно регулировать петлю. И делается это вот так от 1.32 до 64. И биджамп мы регулируем, зажав Shift и нажимая на биджамп. Точно так же от 1.32 до 64. Эти цифры теперь абсолютно независимы. И биджамп работает так, как вы хотите, не приклеиваясь к значениям петли. Вообще, в принципе, сама система петель на Denon изначально была уникальна. Вы могли делать петля в петле, потом появились автолупы. Эти автолупы теперь работают в новой прошивке гораздо четче. То есть вообще все бомбически. Почему я вас к этому подвожу? Потому что в целом, когда я буду делать итог по устройству, вы поймете, в чем суть новой прошивки. И она для каждого устройства сыграла свою важную роль. Например, для Denon Prime Go прошивка теперь позволяет подключать Virtual Digi. То есть если раньше это было устройство, только которое работало само в себе, то теперь Denon Prime Go работает как устройство с компьютером. То есть тоже контроллер, который работает как без компьютера, так и с ним. Поэтому здесь у каждого устройства есть свои вот эти вот очень важные плюсы. И прошивка 2.3.0 принесла абсолютно новое управление лайтингом. То есть режим, который управляет светом, как системами Philips, так и другими классическими DMX через определенные контроллеры, а на один из которых мы делали обзор. Ссылка будет в описании под этим видео. Но мы сейчас не про свет говорим, а про звук. И поэтому давайте рассмотрим, что у нас вообще показано на этих экранах. У нас показано название трека, размер петли, размер битджампа. Показано, каким трек является. Лид — это лидирующий или, как это по аналогии с Pioner, мастер трек. Синк — это синхронизирован ли он. Вот я нажимаю кнопку синк, например, и везде загорается кнопка синхронизации. То есть теперь абсолютно все треки, меняя петч, начинают меняться вместе с ним. И мы это прекрасно видим. Дальше мы видим процент петча, дальше петч рейндж, то есть какое расстояние вы поставили на петч. Дальше мы видим тональность, BPM настоящий, который сейчас у нас есть, и время трека. Дальше ниже идет маленькая вейформа, по которой мы можем спокойно путешествовать. И это есть информация абсолютно в каждом окошке про трек. Некоторые из вас писали, что это как-то мелко или еще что-то, но я вам советую сначала попробовать. Привыкаешь через 15 минут. Ну, то есть 15 минут, и вы уже понимаете, где у вас лидирующий трек, где у вас тональность, где у вас надо посмотреть на время, где у вас маленькая форма этого трека. И конкретно те треки, которые играют сейчас на этих устройствах, то есть на этой деке и на этой, они выделены светлым, а вот эти — темным. То есть, смотрите, при переключении у меня меняется режим. Полоска, полоска. Цвет оранжевый, полоска оранжевая. Цвет синий, полоска синяя. И трек как бы загорается. Таким образом мы понимаем, что сейчас у нас акцент на этот трек. Мы можем подключить сюда систему LC6000 Prime. Это контроллеры, которые в итоге, подключившись по Ethernet, будут просто управлять каналом, и вам не надо будет переключать вот эти режимы. Будут стоять просто два контроллера или две деки SC6000 Prime, подключенные также по Ethernet. И вы сможете управлять, играть в четыре канала, как будто бы у вас четыре деки. Опять же, ссылку на видео, где я это показываю, оставлю в описании. Но теперь Denon Prime 4 это точно может. Теперь давайте перейдем к внутреннему меню, потому что оно не менее интересно. Разберем, что здесь сначала есть Control Center, User Profile, Settings. Это все управляет вашими деками. Ниже идет квантизация. Квантизация это то, что квантизирует все, что происходит внутри этой деки. Continuum это функция, которая позволяет загрузить плейлист, чтобы он играл, не останавливаясь. То есть, например, у вас 15 треков, вы хотите просто пить чаек, а ваше устройство играет у вас в комнате и создает вам какой-то музыкальный фон. Но так как у него есть еще зональный выход, вы можете на другую систему пустить независимый стереоканал, то есть вы можете на двух деках играть, а с третий запустить плейлист куда-то в сад, то вы можете просто сделать это и здесь, и тогда кнопка Continuum будет работать. Единственный момент. И кнопка Continuum, и квантизация работает на все четыре деки. То есть она не отключает отдельно одну, отдельно вторую, отдельно третью или отдельно четвертую. То есть квантизация либо работает, либо не работает. Зачем она нужна, я рассказывал в других выпусках. Дальше идет Stop Time. Stop Time это что-то вроде Vinyl Mode, когда мы хотим, чтобы наш трек остановился, допустим, медленно. У нас идут дальше источники. Это источник. Следующий у нас идет Wi-Fi. Здесь мы выбираем Wi-Fi, который хотим использовать. Здесь в данный момент подключен ProStereo, но он поймал и другие Wi-Fi, то есть все, что есть вокруг. И вы можете играть, используя облачные сервисы, такие как Bitport Link, SoundCloud или Dropbox, в котором у вас может лежать ваш подготовленный плейлист, на всякий случай, если жесткий диск умер. Но дальше двигаемся, загружается все прямо в деку, ваши треки работают, все это уже проверено, я это показывал много раз. Следующий момент, это запись. Уникальная штука. Мы сейчас видим надпись Source. Это источник, на который будет писаться ваш микс. Но отличает Denon Prime 4 не эта фича, а то, как вы можете записывать. Здесь вы можете выбрать, куда вы будете писать микс. Выберем сюда же, чтобы показать, что он пишет на ту же флешку, с которой играет. И при нажатии Start у нас пошла запись. Мы можем играть свой микс, потом вдруг накосячить или захотеть сделать паузу, потому что решили передохнуть и нам надо в туалет или там еще куда-то, дверь открыть в квартиру, кто-то пришел. Или, например, вы точно понимаете, что сейчас вам надо отмотать сведение назад, потому что вы бы хотели свести иначе. Вы ставите на паузу, запись останавливается, в паузе. Вы делаете свои важные дела, а после этого нажимаете на резюме и продолжаете запись. Все, что вам остается потом, это сесть в аудиоредактор, вырезать лишний момент, который вы где-то проходили или пропили в чай. И все. И не надо переписывать микс, если, например, уже записали 40 минут. То есть это очень круто. Нажимаем Stop, пишем название. Микс сохранен. Он теперь на флешке, с которой у нас и писался микс. Запись здесь выполнена шикарно. Еще несколько слов про запись. Потому как некоторые из вас в комментариях, даже наши ученики в чатах, очень часто пишут. И мы, если честно, уже натерли мозоли на языках и на пальцах, объясняя одно и то же по несколько раз. Пишет Denon тише, чем оригинал. То есть когда вы играете микс, у вас все орет, у вас может долбить музон. Но запись получается какая-то тихая. Во-первых, вы должны понимать, что качество записи и громкость это разные вещи. То есть не значит, что если громче, то значит качественнее. Нет. Совершенно наоборот. Здесь вопрос в следующем, что каждый микс, который вы записываете, вы должны мастерить. Об этом есть одно видео. Ссылочку я оставлю в описании. Когда мы пишем какой-либо музыкальный инструмент или голос, то есть вокал, или диджейский микс, для того, чтобы у нас была возможность его пробустить, прокачать, чтобы мастеринг получился хорошим, записывать надо в минус 6, в минус 9 децибел, а не в ноль, как пытаются многие. Ну, типа, зачем мне там громкости равнять, если я сразу могу записать идеально. Когда вы делаете перегруз, даже в нескольких пиках, то ваш цифровой файл может превратиться в барахло. Просто в плоский кирпич, и вы получите нехороший звук. Дэнн об этом позаботился, и по умолчанию, по дефолту ставит правильные значения. То есть вы записали ваш микс, а потом несете его в какой-то аудиоредактор, чтобы там как следует отмастерить. Либо присылаете нам в школу, мы вам делаем это за вменяемые деньги, и ваш микс идеально звучит везде, и в тачках, и в айфоне, и на большой дискотеке. Или используете облачные сервисы, такие как eMaster, где за денежку вам точно так же сделают мастеринг микса просто вот так. Смысл в том, что это нормально, это не баг, это фичи, это круто, и это надо понимать. Следующий момент — это режим лайтинг, который включается отдельно. Сейчас я вам не смогу показать, как он точно работает. Система, которую вы выбираете. В общем, это система управления светом, и вы можете прописывать различные программы, световые шоу. То есть, если вы ивент-диджей или человек, который делает свои собственные вечеринки, у вас есть вот это устройство, есть, допустим, какой-то световой контроллер, но вы можете сделать так, что ваша музыка будет вместе со светом работать как одно целое. Или, точнее, свет будет работать под музыку в тех местах, где вы об этом ему скажете. Выходится из режима лайтинг банально выбросом, на Adject, нажимаете один раз, и после этого переходите в стандартный режим. Ну, а теперь давайте разберем следующую менюшку, это User Profile. Нажимаем, и у нас первое, это Playback. Все, что связано с деками, то есть, дека раз, дека два. Общие настройки, которые позволяют вам более точно сопоставить это устройство с жанром и стилем вашей игры. Давайте посмотрим. Track Start Position, откуда будет стартовать трек, с горячей точки или с начала. Дальше, Speed Range, это какой размер питча, плюс-минус 4, плюс-минус 8, плюс-минус 10, плюс-минус 20, плюс-минус 50. Needle Sensivity, это частота, точнее, сенсорика или чувствительность вашего джога. Можно поставить просто Mid, Sync Mode по барам, по битам или по темпу, Sync Button Action, Toggle или Shift Disable, то есть, мы можем выключить кнопку Shift, когда хотим сбрасывать, например, питч или какой-то другой функционал. Мы можем это отключить, чтобы нажимать не одну кнопку и потом другую, а просто одну. Ну, кому как удобнее, потому что Shift иногда нужен. Дальше, Always Show Sync Lead Button всегда показывает синхронизированную мастер-деку и питч-бенд у вас будет или питч-рэндж. Cue Loop, это все, что связано с горячими точками и с петлями. Здесь мы можем выставить, какая у нас будет горячая точка по квантизации, то есть одна восьмая до четырех. Дальше можем сделать паузу моментальную или через триггер. По дефолту две установки размера петли и размера битджампа. Например, вы можете сделать так, что у вас битджамп будет по умолчанию 16, а петля будет по умолчанию 8. Зависит от того, как вы играете. Дальше идут умные петли и движение точки Loop In, когда вы работаете в ручном режиме. И Save Loop Behavior. Reloop, то есть будет перезапуск постоянный или просто разовое воспроизведение. Display. Здесь очень просто. Мета-данные либо File Name, то есть мета-данные это когда вы вставляете iFile и с треком прогружаются мета-данные и вся информация о треке. Следующий момент это тайм-формат динамичный или статичный. Дальше Track End Warning это за сколько секунд вам будет показывать дека, что трек заканчивается за 30, за минуту максимально можно поставить за 90 секунд. Но по классике стоит 30 и пока ставим так. Дальше идет безопасность. Lock Plane Deck это если вы боитесь загрузить трек в играющую деку, то есть вам она не даст это сделать, ставите эту галочку. Need Lock это если вы боитесь случайно задеть вашу маленькую вейв-форму, то есть допустим у вас играет трек и вы можете делать вот так. Если вы поставите эту галочку устройство вам не будет этого давать сделать. Видите, она мешает, то есть трек как играл так и играет. Все зависит от того, как вы играете, насколько вы привыкаете и заставляете себя работать четко. Например, я все безопасности выключаю. И Pad Lock если мы посмотрим на пэды, то мы увидим, что они включаются и выключаются. Вот у нас например допустим горячие точки давайте поставим раз и они просто гаснут. То есть если вы боитесь задевать пэды или кто-то например любитель поставить руку на деку и подкручивать джок вот для вас эта функция будет крайне полезна. Но я как говорил, что я все это выключаю. Дальше Library это ваша библиотека информация по тональностям. тональности могут быть в Sharp, Flats, Open Key или Camelot. Мы вставим Sharp и видим, что у нас GM, BM, DMB. А если мы поставим Camelot, то у нас вернутся они в 7A, 6A, 10A, 1B. Это как вы привыкли, как вам нравится. Вопрос лично ваш. Key фильтр, Match или Compatible. Дальше идет BPM Range. Совет выбирайте тот BPM Range, в котором вы реально работаете. Не надо выбирать сразу от 60 до 200. Выберите правильный диапазон, тогда устройство будет срабатывать более точно. Дальше BPM Filter Tolerance, вы можете выставлять погрешность срабатывания BPM, Collection Browse Behavior, выборочный или открытый и Demo Content. Что такое Demo Content? Теперь в прошивке зашито несколько треков. Это нужно для того, что, например, у вас флешка или жесткий диск где-то, а вы хотите потренировать какие-то фишки, там, прошивка новая вышла, еще что-то, и вы можете включить эту галочку, и они проявятся. Если вы их выключите, то они выключатся. Я предпочитаю и советую каждому выключать все, чем вы не пользуетесь. Дальше Deck Colors. Это вообще очень просто. Мы видим, что дека меняет цвет, меняет цвет кнопка, меняет цвет сжог, меняет цвет кнопка Q, то есть она будет такой, какой вы поставите. Например, здесь то же самое. Допустим, у нас дека вот точно так же мы видим, что она меняет. User Profile окей. Следующее, что вы можете сделать, Save to My Drive. Если мы нажмем на эту кнопку, то дека запомнит. Вот она загорелась зелененьким. Все, что мы настроили, сохранилось на флешку, которая сейчас у нас активна. Это значит, что когда вы придете на Denon SC6000 Prime или Denon Prime Go или Denon Prime 2, эта флешка при вставлении в устройство спросит вас, вы хотите применить настройки этой флешки или нет. Или настройки будут те, которые установил пользователь устройства. Вы нажимаете ОК, и все, что вы настроили здесь, будет работать на всех устройствах серии Prime. Это очень круто. Следующее, это Settings. Здесь тоже много настроек, но они достаточно просты. Device. Это все, что связано с деками. Deck 3, 4. Ставим галочку, если мы хотим использовать 4 деки. Например, ОК. Следующий момент, это Wi-Fi, его можете здесь выбирать Wi-Fi, дальше Time Date, потому что все ваши записи нумеруются датой и временем, когда вы сделали запись, что очень удобно. Потом идет Time Zone, это где вы находитесь в данный момент, устройство по Wi-Fi определяет точку вашей геолокации и автоматически понимает, где находится устройство. Следующий момент, Set Time Zone Manual, то есть вы можете сделать мануальную установку Time Zone. Вы находитесь в Арабских Эмиратах, но хотите, чтобы все думали, что вы находитесь в Москве. Такой некий VPN, ну такая шутка юмора, да, чуть-чуть. Platter Touch Sensivity, это чувствительность Platter, можно его откалибровать. Track Preview, это вначале то, что я показывал предпрослушку, ее можно отключить. Некоторые диджей почему-то боятся. Ну и в конце это яркость вашего экрана. Если вы, например, играете на солнце где-то, то вы можете не только менять угол наклона вашего экрана, но и вы можете еще играться яркостью экрана. А если вы, например, играете в клубе или где очень темно, то сильная яркость не нужна. Так что это тоже классно, что так можно делать. Следующий режим это микшер. Здесь мы настраиваем различные срезы, настройки микрофонов, частотные характеристики, что очень круто, потому что мало стендалон систем вообще существующих, которые позволяют это делать на таком уровне. Вы можете сделать настройку кроссфейдера, мастер лимитера, то есть его можно выключить совсем, можно включить, можно сделать эквализацию в виде изолятора или классического. Изолятор это когда у вас звук при уборе частоты полностью пропадает, классическое когда немножко остается. Дальше регулировка среза высоких частот, регулировка среза низких частот, так оставим на стандарте, фильтр резонанс, очень крутая фича, когда вы используете фленджер, очень плохо, что на большинстве пультов пионеры, вообще стендалон систем этого нет, потому что резонанс позволяет эффектов как фильтр или фленджер, потому что люди любят их накручивать, забывая, что при этом надо еще пользоваться частотами, и вот здесь вы можете отрегулировать это идеально. Фильтр Extreme Tape Kill или Bleed, дальше Noise Sweep Volume это эффект Noise, вы можете регулировать здесь его громкость, дальше вы можете регулировать громкость наушников, дальше Q Solo Mode и в конце Split Q Output вы можете регулировать как будет работать режим Split. Режим настройки микрофона тоже очень интересно, здесь можно делать регулировку уровня Talkover, сделать резюме Talkover нормальный или быстрый, то есть насколько он быстро работает, дальше идет аттенуация для микрофонов, что вообще не встречал нигде в системах Standalone, потому что это важный параметр для работы с микрофоном и его надо настраивать, можно настраивать также Threshold отдельно на первый, отдельно на второй микрофон, дальше идет возможность посыла ведущего или вокалиста или MC в мониторную линию, то есть он может себя слышать через мониторы, делается это вот этой галочкой, или в наушники, потому что, например, на тех же пультах Pioneer, к сожалению, нет такой возможности, чтобы выключить ведущего или MC, если микрофон втыкается в пульт, такое бывает часто, и его голос начинает резать вам уши, вы пытаетесь убавить голос, он пытается прибавить, короче, это одна из диджейских болей, здесь это решено гениально, вы просто можете его отключить, он пойдет в эфир в людей, но при этом не будет вам в уши надоедать, и точно так же вы можете включить его в монитор и развернуть на него, если ему они нужны, а по каким-то причинам отдельно ему мониторов не выделили, короче, это круто. сервис, здесь у нас представлены все виды, которые могут вам помогать, вот здесь включен engine lighting, который я включил до, потом Ableton Link, для интеграции, например, можно соединить Denon с системами и сэмплерами Akai, с трактором, с Ableton Live, любые какие-то примочки, синтезаторы, драм-машины, где есть возможность включить Ableton Link, и это все вот так вот у вас будет работать, и это работает, я проверял. Но дальше вы все это можете включить галочками, потом идут облачные сервисы, BitSource Link, BitPort Link, SoundCloud, Tidal и Dropbox. Dropbox это файлообменник, на который вы можете закинуть ваши плейлисты, как я говорил, в случае фейла просто загрузить его, имея Wi-Fi или раздав Wi-Fi через свой собственный телефон, загружать по очереди треки и таким образом спасти свой микс, и причем плейлист будет загружаться очень просто. Как это делается? Вы заходите в Engine, в Engine создаете плейлист и закидываете его на Dropbox, привязанный к вашему аккаунту Dropbox. Все, файл закачивается, и после этого, когда вы здесь зайдете, привяжете сюда свой Dropbox, и он будет попадать прямо к вам на почтовый ящик, на ваш файлообменник. Это очень классно. Следующее, менюшка About и Update это то, о чем это устройство, какая прошивка и Update, то есть через эту же страницу вы делаете перезагрузку, перепрошивку, называйте как хотите. Если у вас написано You are running the latest version, у вас запущена последняя версия, то вам не надо ничего апдейтить. Но если у вас написано, что есть новое обновление, то вы можете нажать кнопку Reboot и она перезагрузит на новое обновление. Но если у вас, допустим, ситуация, что данная прошивка не подходит к ревизии вашего контроллера, здесь давайте сделаю маленькое отступление, что же такое ревизия. И вот теперь давайте расскажу про ревизии и прошивки, потому что часто вы не можете понять эту тему. Смотрите, в тысячный раз объясняю. Заводы выпускают сначала какую-то партию устройств, распространяют на рынке. Для того, чтобы понять, какие косячки всплывут, у пользователей, желающих максимально быстро потратить свои деньги. Это касается не только Denon, это касается и Pioner, и Mercedes, и Maybach, и Porsche Cayenne. Что угодно, когда выходит на рынки впервые, имеет какие-то детские болячки, которые позже залечиваются, потому как собирается фидбэк от пользователей. И хорошесть компании зависит только от того, насколько она лояльна, насколько она дальше будет вкладывать свои деньги, ресурсы в поддержку того или иного устройства или софта. И конкретно касаемо серии Prime здесь важно не столько устройство, потому что сами устройства вышли 4 года назад и остаются одинаковыми. Сколько софта, который наполняет это устройство, давая нам разный функционал. Так вот, есть понятие ревизии, то есть первая партия, вторая, третья, четвертая. То есть вторая будет лучше, чем первая, третья лучше, чем вторая, четвертая лучше, чем третья. Надеюсь, это максимально понятно. Дальше идет прошивка. То, что наполняет ваш компьютер, а серия Prime это по сути компьютер на борту контроллера со звуковым аудиоинтерфейсом, который позволяет делать много. И чтобы это работало корректно, ну мы понимаем же, когда вышел Big Sur на macOS или Monterey, не все сразу обрадовались и начали целовать попу компанию Apple. Все стали плакать, потому что половина софта не работает, потому что старые синты отваливаются, потому что вот где это все будущее, которое мы так верили, купили новые маки и у нас они все полетели. То же самое случается с Windows. То же самое случается с любым компьютером, когда он несовершенен в доработке и программисты это наше все. Смысл в итоге прошивки в том, чтобы залечить косяки, которые выявились в ходе эксплуатации. И, например, вышла прошивка допустим 1.6.1 и она закрыла косяки, которые были в прошивке 1.6.0 потому что это были прошивки первых ревизий. А дальше вышла прошивка 1.8, 1.9, потом 2.0 и, например, выходит следующее и она на ревизии деки допустим второй работает отлично, а на первой ревизии не отлично, потому что устройства чуть-чуть разные. Где-то изменили процессор, где-то какие-то настройки, то есть они могут отличаться внутри, и это реальные факты. Соответственно, когда вы покупаете более новые устройства, часть прошивок может на них не работать, и для этого на сайте производителя, у любого, кстати, сайта производителя это есть, существует такое еле заметное меню, чтобы вы могли скачать предыдущие версии прошивок. Это нужно для того, что если, допустим, в вашем устройстве конкретно возникают какие-то косяки, оно могло вылечиться, то есть вы могли откатиться назад и дождаться следующую. По мне, так алгоритм простой, например, прошивка 161 у меня работает нормально, я скачал 162, у меня пошли какие-то глюки, я откатился на 161 и жду прошивку 163, следующую, в которой люди, которые также, как и я, столкнулись с проблемой, написали в поддержку Denon. Есть официальная страница на Facebook, есть официальный сайт, где они активно и оперативно отвечают, и там они покумекают и уже в следующей прошивке решат вопросы вашей ревизии, понимая, что там были проблемы. Я один раз так попал на выступление, у меня была одна дека SC5000 Prime, первой ревизии, другая была второй, я скачал новую прошивку, там появились классные функции, я начал играть и на 30-й минуте моего сета просто одна дека начала сходить с ума, я в итоге отыграл на второй, потому что дека умеет играть с одной деки два канала, потом пришел домой, откатил прошивку назад и нормально ждал следующую, когда вышла следующая проблема пропала, и кстати эти деки у человека до сих пор работают, несмотря на то, что им уже много лет и в них ничего не ломается. Так вот, когда мы говорим про ревизии прошивки, не нужно пытаться найти какую-то истину, то есть у вас есть просто сайт и там есть возможность скачать прошивку, качаете, устанавливаете, тестируете, до момента выступления тестируете несколько часов, я рекомендую прямо поиграть плотненько, часа 2-3-4, ну, чтобы точно понять, что все в порядке и вы можете идти с этими деками в пульт покорять танцпол, так что здесь нет ничего страшного. И в итоге вы хотите откатить прошивку назад, потому что это вам не зашло, вы выбираете ребут и с флешки загружаете ту, которая вам нужна, ну, надо загрузить по-хорошему одну на флешку, чтобы контроллер не путался, и после этого вы можете откатиться. В кнопке легал у вас вся информация по Denon, про сертификаты, в общем, про все, что связано с этим устройством, ну, и все, какая версия дисплея, всего-всего-всего, что тут есть. Вот из этого состоит устройство в меню. Также вы можете включать квантизацию прямо отсюда, раньше этого не было в доступе, то есть квантизация включалась только через слайд, когда вы выбирали контролл-центр, а сейчас можно делать то же самое можно делать с Wi-Fi. И в целом отлично, то есть все работает, вы выбираете любой режим, какой вам нравится, выбираете треки, играете, после этого уже можно переходить к пульту и декам. Давайте пробежимся, я уже делал обзор на это устройство, вы можете посмотреть, оно ничем не отличается, все осталось на своих местах, но все же кнопки Play и Cue стандартные в классических местах, выше находится кнопка Sync, потом Beat Jump, потом трек Skip, дальше DECA 1, DECA 2, это переключение между деками сенсор, он же отвечает за, допустим, реверс, мы видим, как это работает, давайте переключим в более понятный режим, чтобы это было более наглядно, допустим, вот так, мы видим, как реверс показывает нам, что происходит с оригинальным треком и куда движется реверс, дальше идет петля, этим же рогаликом вы ее увеличиваете и уменьшаете, можно делать ручную петлю, можно ее также установить, дальше режим Sleep, дальше режим Vinyl, Key Lock, это работа с тональностями Pitch, Pitch Band, Shift, работа с сеткой, зажали, подержали, она замигала, можем менять сетку, как мы видим, она меняется, можно остановить и менять ее более точно, это очень круто, обратите на это внимание, ни одна система Standalone так не делает. Следующий момент, это верхняя часть деки, у которой самая верхняя часть это работа с микрофонами, включение, работа толковера, частотка, высокие, средние, низкие, включить эхо, выключить эхо, на двух микрофонах включается эффект отдельно, тем самым не занимая эффект процессор деки, это очень прикольно. Ниже идет процессор эффектов раз, на второй деке процессор эффектов два, над каждой декой пульта у нас есть выбор, какой процессор эффектов мы на этот канал используем. Мы можем, например, тут настроить один эффект, здесь другой и переключаясь просто кнопками перекидывать этот эффект на нужный нам канал, это очень тоже удобно. С этой стороны над декой находится управление мастер-каналом, то есть мы регулируем, грубо говоря, общую громкость на колонке, дальше идет включение выхода на другую зону акустической системы, то есть, например, вы в этом зале играете одну музыку, а где-то на летней веранде нужно, чтобы играл чиллаут, и вот эта ручка может управлять этим звуком, то есть устройство может играть как бы два сета. Дальше идет ниже управление мониторной линией, бус, здесь у нас уровень громкости, низкие частоты и высокие частоты, справа флешка SD, две флешки USB, сзади еще две флешки, но обращу внимание, что одна с такой молнией, это значит, что это для зарядки телефонов, устройств, или, например, вы хотите запитать какое-то мощное устройство, как например, я запитываю Roland TB3 в своих сетах, и вот например, на ST6000 Prime нету такого разъема, а здесь он есть, я могу взять, сейчас давайте даже поэкспериментируем, например, мы берем, вставляем сюда устройство, и вот оно работает, смотрите, то есть оно сейчас питается от USB-хаба Denon DJ Prime 4, это тоже очень прикольно. Экран, который регулируется, это очень важно для работы на улице, потому что солнце отражается, и мы не видим, и поэтому это грустно, и здесь эта проблема решена. Теперь несколько слов об эффектах, я, конечно, могу в очередной раз их все продемонстрировать, но есть несколько жалоб или возмущений, что эффекты на Denon DJ не такие, как на Pioner, странно, почему Mercedes отличается от Bentley, ну или там какой-то другой машины или трактора, наверное, потому что каждый бренд, и вы должны это очень четко себе уяснить, будь то Roland, Pioner, Denon, Akai, Native Instruments будут разрабатывать свои эффекты, чтобы они не были похожи на те, которые есть у конкурентов. Благодаря этому бренды соревнуются друг с другом, у кого эффекты круче, у кого они более гибкие, более пластичные, и здесь есть один очень тонкий момент. Когда вы видите устройство, в котором очень мало настроек эффекта, это устройство непрофессиональное с точки зрения эффектов. Когда вы видите гибкие настройки, когда вы можете регулировать несколько уровней, как это сделано здесь, частоту эффекта, дикей, вы можете регулировать битность, то есть ритмику эффекта и много-много чего еще, это как раз показатель хорошего эффекта. Например, если я себе купил Reminder FX, то вот все вот это количество ручек это только реверб и дилей. Если мы включим дилей здесь или на пионер, то у нас будет две ручки. Заметьте, что здесь их больше. Это помогает настраивать эффект более точно, и поэтому профессионалы, которые выбирают уже другие пульты, выбирают внешний процессинг из тех эффектов, который им нужен. А те ребята, которые выбирают например вот такое устройство или другое, делают это по каким-то своим личным соображениям. Мне нравится или меня устраивает здесь, что тут есть два микрофона, или например какие-то другие функции работа с Dropbox, SoundCloud или еще какими-то допустим важными для вас вещами. Безопасность вашего микса, прогрузка трека внутрь, работа с флешки в четыре канала, беспроблемная игра больших носителей, таких как на терабайт, на 500 гигов и все это очень удобно или там удобная запись. Когда мы говорим про эффекты здесь, здесь их 14, так давайте посмотрим какие. У нас здесь есть эхо, дилей, холл эхо, пинг-понг, автогейт, флэнджер, фильтр LFO, фейзер, бит-краш, рол, ревер-рол, реверсивный рол, бит-брейк, скрейч, реверп и опять эхо. Здесь 14 эффектов в каждом из процессоров. И мы можем, как я говорил, любой закидывать на любой канал. Но фишка этих эффектов в том, что мы можем каждый эффект очень гибко настраивать. И хорошая или плохая работа эффекта конкретно на Denon DJ зависит только от того, насколько вы предварительно посидите и привыкните к работе на определенный звук. То есть на низкие частоты и в драмом бейсе один эффект с определенными показателями будет работать одним способом. На хаос музыке или техно, на других низах или на высоких или на средних этот же эффект с этими же показателями будет работать другим образом. И вам может в одном случае понравиться, а в другом нет. Поэтому даже в одном жанре разные ямы, разные дропы, разные фишки или какие-то звуковые моменты или сэмплы, когда вы ставите петлю на какой-то короткий фрагмент, может отрабатывать по-разному и вы должны прорабатывать свои эффекты и сведения, чему я и обучаю в школе, когда студенты спрашивают, а как мне сделать вот этот эффект и прочее. Это целая отдельная наука. Поэтому здесь минус эффектов только в одном, что вам придется с ними поковыряться. Это реальность. И есть еще один минус. Если мы подключим деку, например, Denon DJ или винил, то так как это цифровое устройство, она не будет работать на эти эффекты. И вам придется использовать внешний процессор эффектов, например, RMX1000, какие-нибудь KORGY или TC Electronics, в общем, то, что вы купите. Здесь вопрос в том, что философия самого устройства исключительно в том, что вы выбираете его за самодостаточность, то есть оно идеально прогружает треки, оно круто работает с файлами с корневого каталога, с любых других плейлистов. Оно видит плейлисты Serato, Rekordbox, Tractor DJ, Virtual DJ, оно работает с Virtual DJ Serato, как устройство-контроллер, выводя полностью программу на экран. И помимо этого самодостаточный компьютер позволяет работать с Engine, работая с идеальной синхронизацией, квантизацией и прочими вещами, в четыре канала, смешивая на пульте и работая с этими эффектами. Проще говоря, это устройство вполне достаточно для того, чтобы на нем делать крутые сложные миксы. Если вы хотите добавить что-то, вы можете просто, допустим, добавить AKM PC One, у которого свой набор эффектов, они другие, и звуки, которые вы, например, пошлете на Denon Prime 4, вы переключитесь на четвертый канал, заведете это устройство, они линкуются и синхронизируются по Ableton Link, то есть все будет работать идеально в унисон, вы таким образом можете запускать с MPC One звуки, которые будут синхронизироваться, и все, что вам нужно, это аккуратно добавить его в микс. А дилей, реверп, или какой-то другой эффект звука, который играет с MPC One, вы можете обрабатывать прямо в MPC One, а там несколько синтезаторов, целый блок эффектов, который гораздо шире, чем здесь. И тогда получается, что добавив всего одно устройство, вы превращаетесь уже в гибридный лайф, и вам надо носить только Prime 4 и только AK MPC One, и больше ничего, никаких дополнительных вещей, о чем очень часто почему-то любят говорить диджеи, а вот недавно был человек, который я не понимаю, почему там иностранец показал, что типа не работают эффекты на внешней там на пластинке и прочее, потому что философия у каждого устройства своя. И по сути философия винила, если мы говорим о том, что мы можем здесь играть на пластинках, она не заключается в эффектах, она заключается в классическом проигрывании виниловой пластинки, потому что если вы посмотрите на самые крутые пульты, такие как Bazak, Formula Sound, Alpha Recording System, там нет эффектов. Это пульты, созданные для винила. Они роторные, они просто сводят, там только фильтры, и вот Prime 4 для внешнего подключения оставляет только фильтры. То есть такая классическая схема, потому что само устройство дает невероятные возможности, особенно в сочетании, допустим, с трактором, AKM PC One или Ableton Live. Вы можете делать все, и в этом его уникальность. Давайте разберем пульт. Здесь я первое, что отмечу, это одна из последних ревизий, и по сравнению с теми, которые были 4 года назад, Equalizer однозначно стал гораздо более, ну так, сбитый и качественно собран. То есть ручки, ну, почему-то стали другие по тактильности. Crossfader, Fader, Filter, частотка, переключение эффектов, браузер. Браузер это ваша работа. Вы можете работать с браузером как, ну, допустим, с обычным, как вы привыкли на деках Pioneer. Можете работать тем, что просто забиваете его туда. Можно использовать кнопки загрузки, загрузка в эту деку, загрузка в эту деку. Они также светятся тем цветом, которым светится джок и весь канал. Мастер канал, показывающий общий уровень, кнопка View, помогающая переключать режимы или режимы между плейлистом и тем, что вы видите. И вот теперь точно все. Ну и отдельно можно заметить, что здесь есть поиск через сразу меню или в браузер зайти можно точно так же через выделенные кнопки. То есть Denon новой прошивкой все больше и больше приходит к идеалу. Вот этого мы не видели 4 года назад. Мы видели возможность прогрузки трека внутрь, что было круто, очень качественный звук, что порадовало, потому что это реально круче звучит, это отмечают все. Мы увидели много чего, но подтачивает Denon свой аппарат постоянно улучшает, 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 и этот аппарат очень круто выглядит. Вы видите, что он белый. О чем это говорит? Когда у бренда появляются другие цвета, это значит, что нужно вложиться в это деньгами, а вкладываются деньгами только в успешные аппараты. И это говорит о том, что вся линейка Denon, а она есть вся в белом цвете, популярна, что ее покупают, что все больше и больше пользователей за качество звука, за возможности, за прогресс выбирают эти устройства. Я сейчас вам это продемонстрировал. И давайте быстро пробежимся, что у него на фронтальных панелях и по подключениям, потому что это тоже важно. Ну, во-первых, наушники мы можем вставить большой джек или три с половины. Дальше у нас идет на фронтальной панели переключения на режимы линии. То есть мы видим, что, допустим, если мы переключим режим, где четыре канала, мы видим, что у нас третий канал теперь в режиме линии. Выключаем, например, первый. Теперь первый в режиме линии. Мы можем включить четвертый канал в режим линии. Что такое line-in или линия? Это возможность подключить внешние устройства, другие деки, синтезаторы, сэмплеры или, например, виниловую вертушку. На два из канала можно подключить винил, на все четыре можно подключить любые устройства по линейному входу. Все это управляется с первой панели, как бы, что очень удобно. Дальше у нас идет фейдер старт, включить-выключить управление регулировка кривой фейдера и включение фейдер старт правой стороны. То же самое. Дальше у нас здесь идет провод питания, дальше два разъема USB, один из которых позволяет запитывать какие-то устройства, я вам показал, как. Следующий USB-B для подключения к компьютеру, чтобы закачивать туда свою библиотеку и работать с engine на жесткий диск, а также делать перепрошивку режим Link, это Ethernet, позволяющий синхронизировать с Ableton Link и любыми другими устройствами. Дальше Zone Out в формате XLR для подключения на внешние акустические системы, выход на мониторы в формате XLR балансные, дальше идет балансный выход на мастер канал в формате XLR, дальше идет небалансный выход в формате RCA, который можно сделать в моно, если вам это нужно. Нужно это для того, что если вдруг у вас тут помехи, другого провода нет, а вот режим моно иногда спасает. Дальше идет группа из входных каналов линейных в формате RCA, где на двух из которых есть возможность переключения на режим фона, то есть подключения виниловой вертушки. Кроме того, есть заземление и завершает все это дело два комбо-разъема XLR jack для микрофонов. Ну и, пожалуй, вот на этом все, что можно сказать про это устройство. Про прошивки я рассказал, про то, как оно теперь выглядит тоже. Давайте подводить итог. Ну а теперь давайте подведем итог. Что же все-таки за зверь такой Denon DJ Prime 4? И вот спустя почти четыре года мы встретились с ним снова. Потому что это хорошее устройство, потому что оно по-прежнему является лидером среди стендалон систем. В размере, вес, качество звука, набор фишек, функционал, то, что оно может дать пользователю за те деньги, которые он за него платит. Если мы возьмем лучшее устройство от Pioneer, то оно будет стоить дороже, а уметь будет меньше, звучать будет хуже, и как бы этим все сказано. Сейчас фанаты Pioneer, конечно, на меня накинутся, и такие в очередной раз зачислят в хейтеров компании. Вы забывайте, что я проиграл 20 лет на этом бренде, а последние 3 года играю только на Denon, таская его с собой, или мне по райдеру его ставят, потому что я люблю звук, я люблю музыку, мне это важно, это мой микс, я так решил. А на этом канале я делюсь своими впечатлениями, своими наблюдениями, своими умозаключениями, философскими размышлениями, которые наталкивают меня на те или иные вещи, когда я обозреваю для вас Allen Heat, Rain, Native Instruments или Akai, какие-то звуковые карты, но не только Denon, как многие ошибочно думают, потому что когда человек, купивший себе пионер, потому что посмотрел на красивую картинку, как супер диджей играет и разрывает танцпол, потому что ему заплатил пионер, чтоб он так сделал, факт в том, что любой известный персонаж может играть на чем угодно, а я придерживаюсь правила, что хороший гитарист возит свою гитару с собой, так как имеет возможность на ней хорошо отрепетировать в гараже, идеальный крутой угар, а после этого продемонстрировать это публике. И поэтому когда мы смотрим на таких людей, как Стефан Бодзин или Ричи Хоутин или Виталик или даже Космонавт, мы понимаем, что эти люди создают музыку здесь и сейчас, а также благодаря людям, которые когда-то развивали электронику, Джефф Милс, Пол Акинфольд, Карл Кокс, те, которые совмещали звучание синтезаторов драм-машинок с звучанием виниловых пластинок, тем самым рождая новые жанры, мне все-таки хочется, чтобы каждый диджей двигался в эту сторону, а не в сторону утопической ленивой фигни в виде перемалывания второй, один, второй. Это не тот диджейнг, который развил эту культуру до того состояния, в котором она находится сейчас. Все-таки музыка это интересно, а человек, занимающийся ею, должен экспериментировать, чтобы рождать новое, чтобы созидать и давать людям какие-то невероятные ощущения за счет тех самых музыкальных экспериментов и создания чего-то нового. Поэтому, друзья, Denon Prime 4 это устройство, которое позволяет вам и быть экстравагантным диджием, который пришел с чем-то необычным, позволяет вам идеально сочетать сложные миксы, позволяет вам синхронизировать такие системы, как Tractor, Mation, Ableton Live, идеально работать с внешними устройствами, драм-машинками и прочими, то есть вы можете создать как простой микс на два канала, так и на четыре, так и запитать какую-то веранду или дачу соседа, даже если он этого не хочет, запитав на другую звуковую систему вашу музыку. И это инновация, которую мы получили четыре года назад, которая с каждым годом не заставляет нас покупать новую железку, а обновляясь, дает новые возможности, новые фишки, новые краски наших экранов. И это круто, потому что наконец-то производитель хоть кто-то идет в сторону клиента ориентированности, то есть думает о диджеях, которые постоянно вынуждены в гонке покупать каждый год новые устройства, потому что реклама их к этому способствует и подбадривает. Ну а на этом я эту серию заканчиваю, если она вам понравилась, напишите в комментариях, зашел ли вам этот выпуск, хотели бы вы еще что-то новенькое узнать про устройства, которые мы на канале уже обозревали. Напишите обязательно какие именно устройства и просто подпишитесь на канал, если вы этого не сделали до сих пор, прожмите лайк, поставьте колокольчик, чтобы новые серии прилетали вовремя. Ну а на этой ноте я с вами прощаюсь, увидимся в следующих выпусках, которые будут не менее интересны. Пока!